Человек, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Я понял, спасибо вам. Ну, пожалуйста, если есть какие-то вопросы другие, можете зайти. Да нет, спасибо. У нас богатые ресурсы очень, большой YouTube. Я понял, спасибо. Храни Господь вас. Спасибо вам, все было. До свидания. До свидания. Нет, нету, нету, нету. А она отвечает нам на все вопросы жизненные. Как жить? Как закончить жизнь? Какая участь за гробом будет? Как мир закончит существование свое? И мы пришли в эту рулетку, где блудники все собрались. Сказать, что за то, что здесь делается, будет огонь Божий, неизвержен с неба. Да. Вопросы, может, есть про душу, про вечность? Нет, нету. Вопросов нету. Я вот студентам отвечаю на это. По двум причинам. Человек все знает, ему не нужно учителя. А второе, ничего не знает, даже вопрос задать не может. Понятно. Вот вы зарядите в скайпе Игнатий Лапкин, это я, Игнатий Лапкин, и я вам там скину наши ресурсы. Вот YouTube у меня канал, 17200 роликов только. А подписчиков сколько? Подписчиков немного, 43 тысячи. Просмотров 43 миллиона. Серьезно? Конечно. Конечно. Называется канал во свете Библии. Игнатий Лапкин. Канал. Написать только обязательно, канал надо написать. Канал во свете Библии. Свет от Библии. Игнатий Лапкин. Во свете Библии, да? Да. Ну, где я сейчас посмотрю? Давайте. Потом только не уходите так быстро. А вот если по скайпу зарядите, Игнатий Лапкин, по скайпу, я один с этой фамилией, я скину все ресурсы, сайт, где моих 41 книга мной написанных, которые отвечают на все вопросы. Сейчас посмотрю. Давайте. Давай. Слава Иисусу Христу, значит, надо идти его путем. А он путь свой показал нам в этой книге. Вы ее читаете, имеете? Вам понятно? Да, раньше. Раньше читал. А почему сейчас не считаете? Ну, не знаю. Давайте говорить будем, чтобы ни одного ругательного слова не было. Ну, конечно. Хорошо. Мы, православные проповедники, пришли в это место разврата, чтобы людям сказать, что так жить нельзя. Что за это грядет гнев Божий, как на Содом и Гоморру. Бог выжит всех этих тараканов отсюда. Вот с этой целью мы здесь находимся. Я понял. Если есть духовный вопрос о жизни, о вечности, о Боге, о судьбе, жизнь как исторически будет развиваться, можете задать вопросы. Все, я ушел. Я ушел. Ну, с Богом. Выключи там свет только. Ну, у меня вопросов нету. Я и так все понимаю. Да нет, вопросы-то есть. Вы их не знаете, как выразить. Ну, возможно, да. Если вы желаете получить, а у нас очень богатые ресурсы, вы зайдите по скайпу, Игнатий Лапкин. Это я. Хорошо. Два слова. По скайпу. По скайпу. А у нас есть большой видеоканал. Просто зарядить видеоканал во свете Библии. Игнатий Лапкин. У нас 17 300 роликов. Ага, хорошо. Мы строим православную деревню с нуля. Мы благодарим Бога. Задать вопросы можно, да? Да, конечно. Любой вопрос можете задать. Тем более, если зайдете на сайт, уже сайт называется, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Я там отмечаю студентам на 4 124 вопроса. Ага. Хорошо. Вам будет очень интересно. Всего доброго. Там 55 папок. Там и социология, политика, экономика, семья, работа. Ну, 55 папок. А в них вопросы. А вопрос ткнул, и открывается ответ. А ответ на основание Библии, на основание святых отцов, это 300 томов палеантов. На основании канонов 719. На основании житей святых 1173 биографии. Я понял, я посмотрю. Всего доброго. Да, всего хорошего. С Богом. Мы, православные христиане, проповедники, пришли возвестить людям великую радость, что Иисус Христос умер за грехи людей, и кровью умывает от всякого греха. И кто покается... Это понятно. Понятно? Значит, мы узнаем, наша вера основана на Священном Писании. Называется Слово Божие, Святая Библия. Отец, разрешите к вам вопросик мне интересный... Пожалуйста, пожалуйста, сынок, давай. Вот откуда появился Бог? Есть же всего начало? Нет начала и нет конца. Вечный, безначальный. Нет, ну как, вот дерево, например... Ну все, я вам ответил, Даша, уже спор начинается. Как, говорит, диалог не удался, переходим к оскорблениям сразу. Нет, Бог безначальный. Все на этом коне, все остальное стало на место. Сотворил Бог. А если Бог тебе не дает ответа, тогда все, откуда все взялось? Почему есть слон и есть мошка? Есть кит огромный и есть маленькая птичка. Их же не сравнишь. Откуда? Кто раньше появился? Курица или яйцо? Курица Бог создал. Она закудахталась, несла яйцо. А почему не яйцо? Нам не надо ничего больше никаких. Бог безначален, все ему нету. Разумом повредишься. Бог отнимется всем разумом. Скажи, я услышал, Бог безначален, дивный, все сотворил. Галактики, Вселенную, все сотворил. И меня сотворил. И меня. Так. Вот, ну все, я уже услышал. Да, да. Мы считаем Слово Божие. Я скажу, что даже которые не православные, у них книга вот эта называется, священная книга. И они тоже знают про это. Они по-другому Бога называют. Но точно так же говорят, что Он безначальный и вечный. Только они считают Иисуса пророком. А мы знаем, что это был не только пророк. Вот заметьте, вот все пьют и едят. Он Бога-человек. Вы скажите, зачем вот тут люди сидят и друг перед другом пьют? Половина голая, процентов 85 мусульмане. Почему? А потому что делать нечего. Нет, потому что блуд. Делать нечего. Семьи бросили, разведенные, развратники. Женщины титьками трясут здесь. Мужчины занимаются рукоблудем. Мононизмом сидят, взрослые. Караулят, какая подвернется шалава. Греха не боятся. Вот поэтому я ответил. А не то, что делать нечего. Работа всегда есть, а работа ждет. Мы строим деревню с нуля православную. Нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать, ни лгать. Еще утро ранее. Вот мы встаем сюда в 4.40. Надо помолиться. Семикратно в день, если Господь позволит. Посту поклонов. Правила прочитать. Почитать Слово Божие. А там и на работу. Траву надо косить. Скотину убирать. Коров доить. Работы нету. А земля пустая. Воруют, пьют. Вот, если у вас желание будет, вы зайдите на наш YouTube. У нас большой канал. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии»? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Четыре слова надо. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» и «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Бог позволяет сегодня слышать великие истины, которые изречены Святой Библии. Мы все умрем. А дальше суд Божий. С чем ты пойдешь? Сатаной в огне мучиться или с Богом на небе радоваться? Вот и реши. Нет Бога. Слушай, мужик, ты внимательно слушай, не ругайся больше. Если только нет Бога, тогда ничего вообще не надо. Нет, и нас нету. И никто нас не создал тогда. Три тысячи лет назад Давид говорит в 13-й Псалам, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления, не делающие добру, нет ни одного. Тяга к Богу – это прямо пропорциональная его нравственность. Если испохабился человек, изблудился, наркотики, ему Бог не нужен. Зачем? Потому что страшно за смертью, что ждет. А праведник, который страдает, ради Бога трудится, он ждет, когда наступит встреча со Христом явная, не в духе только. Вот в чем дело. Вы хотите больше узнать? Зайдите на наш видеоканал. Вы увидите, как мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Возьми и запиши, во свете Библии называется канал. И у вас будет другое совсем. А если вы пожелаете больше узнать, зайдите по скайпу. Игнатий Лапкин, это я. И мы там побеседуем. Я скину вам огромные ресурсы. Работа какая идет. Вы увидите, настолько вам это интересно будет. Любой вопрос, который называют проблемой, я слово это исключил. Нерешенный вопрос. Ты должен там увидеть. Тут говорят, много беспризорных детей. Три с половиной миллиона. Вопрос, что ты сделал для того, чтобы так не было? Народ невежественный, неграмотный. Вопрос, что ты сделал, чтобы не было этого? Преступлений много. Что ты конкретно сделал? Земля заброшена, работать некому. Что ты конкретно сделал? А у нас, по милости Божьей, по всем этим вопросам, конкретная работа. Конкретная. Преступников много. Я работаю в тюрьме, помогаю. Потому что сам прошел пять тюрем. За слово Божие. Говорят, неграмотный. Я одновременно вел занятия в пяти университетах. Три радиопрограммы. Тринадцатый школ. Работа с милицией. И обстановка меняется. Меняется вокруг. Вот, милый мой, как дело-то? Вопрос стоит. Начинай сразу работать. Много нищих? Подавай милостыню. Уже одного нищего не будет. Вот ты один. Не будешь сегодня материться больше никогда. На одного матершинника меньше. Наша встреча с вами была благотворной, благословенной, с Богом. Понял немножко, нет? Сколько лет вам? Мне 21. 21. А мне 81. Я на 60 лет старше вас. Из-за всего жизни я еще ни одного матерка не сказал. А работал где? С заключенными, как прораб в органах МВД. А там все на матерках. В армии служил, там матерки. В тюрьме матерки. Но я ни одного не сказал. Почему? Я верующий. Я знаю, за каждое слово отвечать перед Богом. Никакое гнилое слово, да не зайдет у ЗУС ваших. Гнилое. Даже праздное, пустое, там анекдот. За все отвечать придется перед Богом. И тогда у ЗДА на тебя надето, как говорила Надежда Крупская, жена Владимира Ильича Ленина, Ульянова. Религия УЗДА для МАС. А Кармас сказал, что религия опиум для народа. А мы не религию проповедуем, а Христа, который умер за нас, который ждет нас, который радуется нашему обращению. Вопросы есть какие еще? Да, нет. Если нет вопросов, а они у вас будут когда-то, вы где-то запишите два слова «Игнатий Лапкин». И в скайпе вы меня сразу найдете. Я один на весь интернет с этой фамилией. И только напомните, что мы были здесь. Мы встретились в этом саду Мегаморья. В этом месте самого великого разврата, какой есть на земле, с чатурлетки. Который создал 15-летний двоечник, или 17-летний Андрей Терновский. Ну все, пока. До свидания. Как вас звать-то? Как звать вас? Я Миша. Не понял? Миша. Михаил? Да. Михаил означает «Бог моя крепость». Это еврейское имя. Запомни, Михаил. Бог моя крепость. А, извини, пожалуйста, это Илья. Никто как Бог. Никто как Бог. То есть Богу равных нету. Нету. Это еврейское имя. А у меня греческое «Игнатий» означает «неведомый, незнакомый». А по-латински «огненный». Все имена имеют значение «Лариса». А «Лариса» означает «чайка». Александр. Александр – это значит так. «Заступник», кажется. Или «Мужественный». Алексей – помощник. Это слова-то наши оттуда взяты. Русских имен-то славянских мало. Владимир, Владислав, Вера, Надежда, Любовь. Вот это вот. Они по-русски понятны. А Иван. А Иван – господин. Мария, кажется, госпожа. Это еврейское имя-то. Иоанн. Он звучит Иоанн. Яганис, там Янис, Джон. По-английски это Иван. Все. Ну что, Михаил, будем прощаться? Ну да. Только запомните, двоими, это, два слова запишите. Игнатий Лапкин, скайп. По скайпу. А я вам там все ресурсы скину, все. О, пришла. Прямо на стол зашла. Видишь, смотри, какая красавица. Ну иди, гуляй, гуляй. Беги. Беги, беги. У меня две голубятни. Я с детства с голубями вожусь. А сейчас вы где? Город Барнавула, Тайский край. На работе или где? Ну, 81-й год мне. Я работать должен или что? Или заработал уже? Уже 20 лет на пенсии, дружок. Ну все, пока. Давай прощаться будем. Пока худые слова не пошли из вас. До свидания. До свидания. Христос, Спаситель, умер за каждого человека. И Он ждет людей с покаянием. И вот для этого мы здесь находимся. Я всегда спрашиваю, есть ли у вас такая книга дома? У меня нет. А ее можно достать. Там, где храмы есть, ее продают. Святая Библия. Она называется... У меня такое есть. А я не вижу. Крестик? Да, я верующий. Слава Христу. Это очень приятно слышать. Когда здесь безобразничает всякое. Как верующий, вы имеете какие-то вопросы? Может, о душе, о вечности, о будущем? Нет, я просто верую в будущем. В церковь-то ходите? Конечно. Ну, не часто, но хожу. Так вот, если у вас будут вопросы дальше, вы запомните. Моя фамилия Игнатий Лапкин. И зайдите в Скайп. А в Скайпе я один с этой фамилиями. Я вам скину наши ресурсы. Вот у нас Ютуб называется канал «Во свете Библии». Это очень большой, большой-большой. У нас там 17 300 роликов. Да. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вам будет очень интересно. Одна-единственная такая деревня на всю Российскую Федерацию. Я вот начальник детского лагеря был 45 лет. Да еще три в другом формате. Без помощи государства. Тысячи детей отдохнули. Любой вопрос решать надо. Молиться, просить благословения. И двигаться вперед, работать. А Господь поможет в благом начинании. Вот и зайдете. Что за 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 что Продолжение следует...